У детишек на первом году жизни возникает такая проблема, как запор. Как правило, она возникает практически у каждого ребенка рано или поздно. Стоит ли этого бояться и стоит ли предпринимать какие-то меры? Если ребенок на грудном вскармливании, то он имеет право на отсутствие стула более суток. И если вы видите, что ребенка это не беспокоит, живот не вздут, газиков практически нет, тогда можно пока не предпринимать никаких мер до трех суток. У ребеночка на искусственном вскармливании мы не можем себе этого позволить. И мы должны получать стул хотя бы раз в сутки. Помните, что задержка стула вызывает интоксикацию в организме. Поэтому старайтесь, чтобы стул был обязательно и хотя бы один раз в сутки. Что мы для этого можем сделать для малыша? Первое действие – это взять в руки газоотводную трубочку, которая, как мы помним, имеет гладкий кончик. Его необходимо смазать маслицем и раздражать анус младенца. Почему мы это делаем? Потому что запор может быть вызван спазмом гладкой мускулатуры, к которой относятся и сфинктеры. Поэтому при раздражении гладким предметом, например, кончиком газоотводной трубочки ануса, он расслабляется и возможен стул. Если этого не происходит, значит необходимо предпринимать следующее действие. приготовить маленькую клизму на 50 мл и стакан прохладный, 18 градусов, кипяченой водички, куда можно добавить немножко соли, для того, чтобы она не всасывалась в кишечнике. Поднимаем ножки малыша кверху и делаем ему клизмочку. Стул должен быть, но если его нет, тогда мы можем сделать еще одну, такую же клизмочку на 50 мл. Стул будет. Конечно, каждый день так не поупражняешься. Поэтому есть другие способы. Есть клизмочка, которая называется микролакс. Но помните о том, что мы должны растить ребеночка здоровым, помогать ему. Поэтому обязательно у вас каждый день должны быть массаж, ежедневные гимнастические упражнения. Старайтесь выполнять все рекомендации по поводу кормления. Не перекармливайте ребенка. Это одна из самых главных причинок запора. Выдерживайте промежутки между кормлениями. Особенно, если уже возникла такая проблема. Ни в коем случае не чистите. Даже если ребенок на грудном вскармливании, и по требованию консультантов по грудному вскармливанию вы прикладываете ребенка, как только он попросит грудь. Все-таки ориентируемся на малыша. Если возникла такая проблема, давайте этого не делать. Давайте по режиму выдерживать промежутки между кормлениями. До 4 месяцев, не менее 3 часов. После 4 месяцев ребеночек может выдержать 4 часа между кормлениями. В это время очень удобно пойти гулять. И тогда ребенок не требует еды, а спокойно себе спит на свежем воздухе. Продолжение следует...